1 1 1 2 3 здравствуйте дорогие друзья с вами вновь казаков family присаживайтесь поудобнее мы продолжаем играть заканчивать уже такую хардкорную игру как space пилигрим космический пилигрим нам надо взять с собой что-то там погнали всем приятного просмотра прости чен тебя нужно потушить так съемка я щаре база на астреоне пока железо никель магний 184 12 месяцев срок эксплуатации функционирует погнали чё там как так хорошо я должна двигаться быстро я надеюсь эти ублюдки не последуют за мной мне нужно оружие пам 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 так не сюда сюда да и люди только задумываются над тем насколько сложна их ситуация они никогда не думают о наших чувством джонни у нас не чувств в этого нет нашей программе тоже верно знаешь как расстраивает осознавать что у меня нет чувств и никогда не испытывал тоски я думаю тебя считается чип ты ведешь себя очень странно джонни иди выполнить систему диагностики я посмотрю на внутреннюю проводку тогда хорошо я знаю как мне не рады роботы да как ты думаешь механоиды могут испытывать любовь убирайся отсюда джонни такое не каждый день увидишь ахаха прикольно прикольно так так надо зеленую кнопку оставьте меня одного пожалуйста мисс окей здорово братуха так заменить внутренние части пожалуйста не трогайте пожалуйста пожалуйста провода висят провода а того татата так подожди а что тут у нас ящик запечатка для а у нас нету чем скрыть ну нет так нет жестко это довольно тяжелый режим так на рано на рано о здорово братан а я не ожидала посетителей нет и ничто не говорит так ты не работаешь да они исправны свое второе имя так ошибки во внутренней логике другой дробь кажется беспокоиться а да он волнуется так смотришь ты мне помочь мне нужна помощь люди хотят убить меня так мне нужно где-нибудь найти оружие я боюсь ничего не знаю об оружии простите что я такой бесполезный так продолжай так что это шахтерская лампа а вот силовой костюм класса 2 прекрасно неправда люди для ручной загрузки во время посещений к сожалению стартовый код знает только декста так декста погнали в мастерскую так мастерская так а где мы можем верстак а где твои вот защитные перчатки зашибись так электроника так разобрать горный лазер так и что мы нашли труба для лазера так труба для лазера а что еще аааа вот он стальной пруд выронил так а пруд мы можем использовать для стальной пруд использовать стальной пруд ну я че пусто непонятно так а это че сейчас использовать эту херню да или как а подожди мы можем робота взорвать чтобы не тратить время пойдемте робота взорвать а открой шире ну робота мы значит взорвали да но этого ничего нету так а нам чего то не хватает да да наверное осталось то что осталось да так так но они же эти черты не сейчас прикрутся которые это так а это че скажет так оружие но то что он не работает произошла серьезная авария ну понятно а а а а а а а а а Вот сейчас надо... Вот, короче, на этом моменте лаганет, когда мы должны будем кое-что сделать. Вот, так что давайте перейдем на английскую версию, пройдем этот момент и, короче, ну вы поняли. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, народ, мы продолжаем. Плату со схемами мы взяли. Этого робота мы это... Обманули. Так, местоположение... Чё-то там. Погнали! Собирать. Много чего интересного. Так. Соберем лазерную винтовку. Конденсаторы. Извлекай. Базерное оружие. Зашевись, погнали. Под celebration! Уже почти концовочка. А на, бластер! Там, открыл ангар. Давай. Ну давай, включай кнопку. Заебало. Давай. Они не пройдут. Начали пробиваться. Они добьются успеха, я не смогу ничего сделать. Ты можешь защитить меня? И чтоб ты их убила, это противоречит закону моей программы. Кажется, я лишний назвать бездушным робота. Так, ладно. Надо со вторым поговорить. Чувак, нас хотят убить. Что? Это совсем не похоже на Декста. Возможно, я с ним поговорю. Пошли за мной. Пошли. Попробуем его убедить. Давай. Декс, ты позволишь тем двум людям убить этого. У меня нет выбора. Помогая ей, я могу навредить другим, что противоречит первому закону моей программы. Чёртов первый закон. Легко тебе говорить, твоя программа сломана. Как и твоя, Декс. Ты просто притворяйся, что это не так. Как ты смеешь? Твоя основная функция это защита интереса компании, обеспечения оптимальной эффективности. Твой отказ отправить меня обратно на фабрику за мои ошибки противоречит обоим. Если ты можешь игнорировать свои основные функции, то почему ты не можешь игнорировать первый закон? Ты прав. Я пытался отрицать, но ты прав, Джонни. Я так же сломан, как и ты. Так ты перестанешь быть таким токсичным и поможешь человеку. Я не знаю, что я могу. На этой базе был только один добывающий лазер. Ты можешь дать мне код запуска для этого силового костюма? Я полагаю, да. Код запуска LB1138. Постарайтесь ничего не повредить. Чего? Так, подожди. Это как-то странно. Удачи, мисс. Так, я надеюсь, больше игра не получится. Если кто-то упадет, как было на том моменте, это может быть весело. Да-да, я плохая. О, прикольно. Сейчас ребяткам жопа будет. Мои киборги, суки. Готовьте свои руки. Ха-ха-ха. Ту-ту-ту. Вот так. Что за хуйня? Уходи. Очень впечатляет, мисс Вайт. Тем не менее, я думаю, вам лучше прекратить эту глупость. Я прикажу по радио, мисс Чен, чтобы она взорвала мозги вашим друзьям, капитана и полковника. Ты недочеловек, Нильсон. Я выживаю, мисс Вайт, я не буду извиняться за это. Мисс, я хотел сообщить, что я отключил все исходящие сообщения с этой базы. Его радио будет совершенно бесполезным. Ах, ты глупый механоид. Я показываю... Приказываю немедленно включить эту связь. Мне очень жаль, сэр, я не могу подчиниться вашему приказу. Кажется, я сломан. Хи-хи-хи. О, хорошо, мисс Вайт, я сдаюсь, вы можете заковать меня в цепи. О, я сделаю это, Нильсон, сделаю. Однако сначала я должна научить тебя, что будет с теми, кто угрожает моим друзьям. Стой, ты не сделаешь этого. О, смотри, я только что сделала. Молодец, мисс. Видя, что чудовище получило свое возмездие, я чувствую себя счастливым. То же самое касается и меня. Это странное ощущение, но не неприятное. Мне нужно вернуться на станцию. Проследите за этими двумя здесь. Конечно, мисс, желаю вам удачи. Пожалуйста, передайте от меня привет своим друзьям. Верно, мне нужно найти Чен, где бы она ни была, после чего спасти Гейла. О, да. Так. А, тут вышло час. У нас было час двадцать, а теперь у нас... 52 минуты, да? Ну, да. Я вернулась на станцию Инесс. Пришло время спасти моих друзей и положить этому конец. Спасти Гейл. Круто, чё? Сейчас спасем наших друзей. Проклятие, мой лазер не стреляет. Ха-ха-ха, это самодельное оружие, мисс Вайт. Тебе не стоит доверять ему. Оно всегда тебя подведет, как ты подвела своих друзей. Я буду наслаждаться этим, после того, что ты сделал со мной. Полковник, ты живой? Конечно, Сабина. Эта дура так была занята тем, что беспокоилась о тебе, что даже не заметила, как я стою с постели. Первое правило битвы – ожидать неожиданного. Прости, что я так долго искал оружие. Я просто рада, что ты здесь, полковник. Спасибо. Всегда пожалуйста, Сабина. Нам лучше найти капитана. Полковник, Сабина! Враги нейтрализованы, Пелгрим. Мы вытащим тебя оттуда, зона на секунду. Ой, вижу, ты немного потрепана. Это не то, о чем ты думаешь. Ченна стояла на том, чтобы я не прятала оружие. И ты можешь перестать смотреть. Ха-ха-ха-ха. Видите, мистер Готфр, я говорил, что они придут за нами. Ты была права, я думал, что больше никогда не буду свободен. Скажи мне, что случилось с членами моей команды. Они все еще живы, двое так называемых мужчин находятся на базе, а мечен закреплена в медицинском отсеке. Хорошо, я немедленно свяжусь с властями. Надеюсь, они все проведут остаток жизни в тюремной колонии. Такая трата. Это лучшее, что они заслуживают. Итак, полагаю, я должна извиниться перед вами обоими за неудобства вашего путешествия. Большинство моих полетов проходят более плавно, чем этот, честно. По крайней мере, теперь я могу доставить вас на... Андруа. Спасибо, пилгрим, я с нестерпением ждал того, чтобы вступить на эту землю без лаза на винтовке в руках. Если ты не против, Гейл, я останусь на твоем корабле какое-то время. Буду рада, если я больше никогда не войду в эту систему. Ну, я вообще-то искал нового пилота. Хорошо, мои требования зарплаты очень низкие. Ммм... Я попрошу своего бухгалтера прислать вам детали. Это была плохая идея. Продолжение следует. Музыка прикольная тут. Вот и всё. Сделано на мейкере VX Ace. Прикольно. 12-й, 14-й год, 12-й год, 15-й, 14-й, чё-то такое. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Ну что, ребят. Спасибо, если вам понравилось, что вы посмотрели первый эпизод космического пилгрима. Первый эпизод назывался Альфа Центавра. В принципе, игра неплохая. Мне первый эпизод очень понравился. Надеюсь, что, когда будет перевод второго эпизода, второй эпизод этой игры, в принципе, не подкачает. А это значит, что мы будем его тоже проходить на нашем канале. А всем спасибо за внимание. С вами был Казоку Фэмили. Не забывайте про колокольчик. Ставить лайки, желать удачи каналу, приглашать друзей. Не забывать поддерживать канал. Иногда печенюшкой, иногда просто словами и морально. Ну а всем спасибо за внимание. Всем до скорого. С вами был Казоку Фэмили. Всем всего хорошего, добра, тепла и уйта. И всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok